...рак желудка в современных условиях. Уверена, что актуальность этой проблемы ни у кого не вызывает сомнений. Шестое место в структуре онкологической заболеваемости и пятое место в структуре онкологической смертности занимает рак желудка. Если переводить в абсолютные цифры, примерно 1 миллион новых случаев ежегодно регистрируются в мире. И примерно 800 тысяч человек умирают от этой патологии ежегодно. Наиболее высокие показатели заболеваемости, как заболеваемости, так и смертности, мы видим в азиатских регионах. И не секрет, что на момент первичной верификации процесса, примерно 30% больных имеют уже достаточно распространенный опухолевый процесс. Мы говорим уже о диссиминированной форме рака желудка. Какие задачи стоят перед клиническим онкологом, перед химиотерапевтом? И сложность этих задач, она определяется, конечно, многими факторами. И основные наши направления, которые должны быть в отношении этих пациентов, это, безусловно, увеличение медианной общей выживаемости пациентов, улучшение или хотя бы сохранить качество жизни этих больных. Но, к сожалению, тот арсенал химиотерапевтических препаратов, которые мы имеем для лечения метастатического рака желудка, он не так велик. И среди этих препаратов, мало того, что их мало, они обладают достаточно высокой токсичностью. Если мы не будем лечить вообще больного метастатическим раком желудка, медиана выживаемости его не превышает 6 месяцев, 3-4-6 месяцев. Но применение системной лекарственной терапии позволяет в разы увеличить медиану общей выживаемости. Ну и что является новым на сегодня? Новым, безусловно, является добавление таргетной терапии, иммунотерапии, которая без особой прибавки токсичности дает нам дополнительную прибавку в показателях общей выживаемости. Итак, что влияет на выбор режима при метастатическом раке желудка? Вот у нас появляется пациент на приеме. Первое, на что мы обращаем внимание, это общее состояние, это статус по шкале ЭКОК. Безусловно, это возраст, наличие сопутствующей патологии, осложненный, не осложненный опухолевый процесс, есть осложнение рака желудка или нет осложнений. Ну и, естественно, мы обращаем внимание на предшествующее лечение. Получал ли пациент ранее комплексное лечение, включая химиотерапию, хирургическое лечение, когда этот процесс был, какова была эффективность химиотерапии и как долго продержался эффект. Ну и, безусловно, сегодня уже красной чертой у всех докладчиков звучит молекулярно-генетический профиль опухоли или, как сегодня принято называть, молекулярно-генетический ландшафт. Для больного метастатическим раком желудка для нас важное значение имеет определение HER2 статуса, определение уровня экспрессии ПДЛ методом СИПЕС и определение наличия микростыльтной нестабильности или дефицита в системе репарации неспаренных нуклеотидов и наличие такой редкой мутации, как НТРК. Итак, когда мы собрали полную информацию, первое, на что мы ориентируемся, это HER2 статус. Если HER2 негативный, мы идем по одному пути, HER2 позитивный, это другой путь. Итак, если мы увидели рак желудка, HER2 негативный. Следующая молекула, на которую мы смотрим, это уровень экспрессии ПДЛ методом СИПЕС, как я уже сказала. Если СИПЕС составляет менее пяти, единственной опцией для этого пациента является системная лекарственная терапия, а именно химиотерапия. И всем хорошо известно, что стандартом для первой линии терапии являются платиновые дуплеты. Это то или иное сочетание одного из препаратов платины, цисплатин или оксалеплатин, и тот или иной препарат второперимединового ряда. Сразу напомню, что длительность терапии составляет 18 недель. После завершения терапии, при отсутствии признаков прогрессирования, пациент остается под динамическим наблюдением. И целесообразности в назначении поддерживающей терапии второперимединовыми, как мы это делаем, при колоректальном раке, абсолютно никакой нет. Если СИПЕС составляет пять и более, то на основании исследований ЧИПМЭЙД-649 стандартом для этой когорты больных является уже сочетание платинового дуплета совместно с Ниволумабом. СИПЕС составляющие 10 и более, это уже новая опция, опция этого года, исследование КИНОТ-859, третья фаза, которая показала, что к платиновому дуплету показано добавление именно пембролизумаба. Ну и если мы получили ХЕР-2 негативный рак желудка, но с наличием признаков микростелитной нестабильности, в этой ситуации мы можем использовать уже для метастатического, здесь, конечно, больший объем опухолевой массы, здесь в приоритете будет комбинация и химиотерапии, и иммунотерапии. Ну а если у нас пациент на приеме ХЕР-2 позитивным раком желудка, то стандартом является комбинация платинового дуплета или триплета в сочетании с тростузумабом на основании исследования ТОГО. Это, наверное, одно из таких старых исследований, и вообще тростузумаб стал первым таргетным препаратом для лечения рака желудка. И мы тоже участвовали в свое время в этом клиническом исследовании, если обратите внимание, что добавление тростузумаба к дуплету достоверно увеличивает медиану общей выживаемости, фактически 14 против 11 месяцев, то есть почти на 26% снизился риск смерти при добавлении таргетной терапии. И вот это самое исследование КИНОТ-859, это новинка этого исследования, в котором проводилось сравнение платинового дуплета КАПОКС или ПЕФ на выбор исследователя с добавлением пембролизумаба. Достаточно большая когорта больных, почти 1600 пациентов, это больные все диссеминированным раком желудка, имеющие негативный статус ХЕР-2-НЕО и без предшествующей терапии по поводу метастатического процесса. Были рандомизированы один к одному, в два рукава, стандартная химиотерапия плюс пембролизумаб, либо стандартная химиотерапия и плацебо. Лечение проводилось до прогрессирования заболевания, до развития токсичности, лишь в течение двух лет, в зависимости от того, что наступало раньше. Основной конечной точкой была оценка общей выживаемости во всей популяции и отдельно по популяциям, в зависимости от уровня экспрессии ПДЛ. Вторичные дополнительно оценивались показатели выживаемости, беспрогрессивная частота ответа, длительность ответа и токсичность терапии. И что же было показано? Было показано, что, конечно, в зависимости от уровня экспрессии СПС, СПС больше единицы, СПС более 10, пациенты получали больший выигрыш при добавлении пембролизумаба. И в этом исследовании как раз было показано, что в группе больных, у которых СПС состояло больше 10, увеличение общей выживаемости двухлетней было почти двукратное. 38% против 21%. И при исследовании многофакторов анализа было показано, что именно от комбинации с пембролизумабом выиграют пациенты, у которых СПС больше 10, и комбинаторно пациенты выиграли те, которые получали режим кселокс. Несколько хуже была эффективность при использовании режима цисплатин и 5-фторурацил. Если посмотреть на беспрогрессивную выживаемость, то здесь мы тоже видим, что именно пациенты с уровнем СПС больше 10 выиграют в показателях беспрогрессивной выживаемости. Практически в три раза увеличилась выживаемость беспрогрессирования в этой когорте больных 25 против 8%. И вот на основании вот этих данных, буквально 16 ноября 2023 года, ФДИИ зарегистрировала эту комбинацию в качестве первой линии терапии для больных HER2 негативным раком желудка с наличием СПС-10 и более. Наши обновленные рекомендации нашего российского общества онкологов, которые мы получили буквально вот сейчас в ноябре, тоже включили в свои стандарты этот режим. Поэтому у наших пациентов появилась новая опция. Проводилось ли сравнение прямое химиотерапии дуплета, пембролизумаб, химиотерапия дуплет и неволумаб, то безусловно этого исследования нет. И мы можем сравнить их только на основании вот результатов показателей выживаемости, кинут 859, о котором я сказала, и чекмет 649, это когда при СПС больше 5 используется неволумаб. В принципе, в целом показатели выживаемости сопоставимы, но здесь уже нужно будет ориентироваться непосредственно на уровень СПС у каждого конкретного больного. Ну как бы хорошо мы не лечили, рано или поздно возникает прогрессирование заболевания, рано или поздно встает вопрос, а что делать дальше. И здесь, конечно, когда мы говорим о выборе второй линии терапии, важное значение имеет эффективность первой линии, длительность эффекта первой линии. Если эффект сохранялся 4-6 месяцев и больше, мы можем реиндуцировать первый режим химиотерапии или иммунотерапии. Если же интервал после завершения химиотерапии он короткий, то в этой ситуации мы переходим на вторую линию. Стандартом является химиотерапия на основе поклитоксела или иринотыкана, монотерапия, либо же режим фулфири. Сразу скажу, что какого-то предпочтения нет, потому что и тот, и другой режим, они обладают равной эффективностью. Но что является обязательным? Обязательным является добавление рамоцерумаба, препарата, блокирующего рост сосудов. Это на сегодняшний день стандарт второй линии терапии при ХЕР-2 негативном раке желудка. В том случае, если у больного имеется СПС больше 10 и в первой линии пациент не получал иммунотерапию, на основании исследований КИНОТ-061 мы рекомендуем пациентам монотерапию. Если МСА и ХАИ, монотерапия пембролизумабом, ну и наличие интеркоммутации, это показания для таргетной терапии ларлатинибом. И что касается ХЕР-2 позитивного рака желудка, здесь тоже новинка для наших пациентов. Это использование препарата тростузумаб-дирокстикан, о нем мы сегодня уже говорили, очень много. Это комбинированная молекула, которая совершила, наверное, больших достижений позволила достичь. Если мы говорим о третьей линии терапии, то же самое, это выбор либо химиотерапии, либо пембролизумаба, либо ниволумаба. И дополнительной опцией у нас стало применение регорфениба. Ну и для ХЕР-2 позитивного рака желудка, это тот же самый тростузумаб-дирокстикан, который может быть тоже использован в качестве третьей линии терапии. Регорфениб в качестве третьей и последующей линии терапии показал свою эффективность в исследовании Интегрейт-2А. Это многоцентровое рандомизированное исследование. Немного больных, но это и понятно, потому что до третьей линии терапии рак желудка не так-то уж много пациентов у нас доходит. Так вот, в этом исследовании больные были рандомизированы в соотношении 2 к 1 на терапию регорфенибом с поддерживающей терапией, либо плацебо с поддерживающей терапией. И что было показано? Было показано, что регорфениб в три раза увеличил медиану общей выживаемости в отношении процентов 19 против 6 процентов, то есть почти на 40 процентов снизил риск смерти. Ну хотя в абсолютных цифрах эта разница не очень колоссальная, всего лишь 4,5 против 4 месяцев. Ну сейчас проходят достаточно активно новые исследования, в которых регорфениб изучается с неволумабом в сравнении с химиотерапией. Подождем результатов этих исследований. Ну вот наши российские рекомендации тоже этот год обновленный включают регорфениб в качестве третьей линии терапии. Но вот FDA, к сожалению, не одобрил применение регорфениба для третьей линии и в стандартах в инсистен этот препарат отсутствует. Что касается новых молекул, о которых мы сегодня стараемся говорить, это касается HER2-позитивного рака желудка. И мне бы хотелось несколько слов остановиться касательно вот нового препарата тростузумаб-дирокстикан. Рак желудка это заболевание, которое очень отличается от рака молочной железы. Если при раке молочной железы мы можем продолжить дальше таргетную терапию, то для рака желудка нет. Тростузумаб используется только для первой линии терапии. В последующем применение его во второй линии, то есть пролонгация с другим режимом химиотерапии, не привела к увеличению общей выживаемости больных. Поэтому это не является опцией для лечения этих больных. Но что мы знаем по этому поводу? А мы знаем, почему это происходит. Потому что для рака желудка характерна потеря экспрессии HER2-гена. И вот одно из исследований, которое было представлено, 33 пациента, у которых, среди которых получали тростузумаб первой линии терапии, и в 60% случаев произошла потеря экспрессии HER2. Потеря экспрессии может сопровождаться как снижением до иммуногистохимический HER2-1 крест, у некоторых до нуля, у некоторых сохраняется HER2-2 креста, но без амплификации гена. И поэтому для больных раком желудка принципиальным вопросом является повторная ребиапсия для того, чтобы подтвердить, сохраняется гиперэкспрессия HER2-статуса или нет перед планированием второй линии терапии. И вот в нашем арсенале появляется такой препарат, как тростузумаб-дирокстикан. Федор Владимирович очень подробно рассказал о структуре этого препарата. Кто был на первой сессии, слышали, что это гуманизированное моноклональное антитело, иммуноглобулин класса G с аминокислотной последовательностью, и соединяется вот этим самым линкером, особенность которого расщепится. И вот этот линкер соединяет с химиотерапевтическим агентом, которым является ингибитор топоизомиразы-1. Исследование ДНСИТИ ГАСТРИК-01, в котором первоначально определялась эффективность тростузумаб-дирокстикана в качестве третьей линии терапии HER2-позитивного рака желудка. И здесь проводилось сравнение со стандартными режимами химиотерапии. Иринотыкан и поклитоксил. И что мы видим? А мы видим, что тростузумаб-дирокстикан, в отличие от стандартной химиотерапии, в разы эффективнее с точки зрения частоты объективного ответа 51 против 14%. Причем независимо от того, какой режим химиотерапии, иммунотерапии пациенты получали в первой и второй линии терапии, эффективность его была значительно выше. Обратите внимание, 56,8 против 18-10% у больных, которые получали стандартную химиотерапию. При этом медиана общей выживаемости в 2 раза выше, 16 против 8 месяцев. Что касается показателей выживаемости без прогрессирования и общей, то, конечно, и здесь тростузумаб-дирокстикан вышел вперед по сравнению со стандартными режимами химиотерапии. Что касается токсичности, она была выше на новом препарате. Касалась она, прежде всего, гематологической токсичности, нитропиния, немия, ликопиния. Ну и здесь появилось абсолютно новое осложнение, с которым мы не сталкивались при химиотерапии. Это интерстициальные заболевания легких, частота может достигать 13%. И, получив эффект на третьей линии, исследователи попытались интегрировать этот препарат уже во вторую линию. Второй линии рака желудка, HER2-позитивного, 79 пациентов, у которых после ребиопсии была подтверждена положительная экспрессия HER2-статуса, получали тростузумаб-дирокстикан в монорежиме. Частота объективного ответа практически 42%. Медиана общей выживаемости 12%, медиана выживаемости без прогрессирования 5,6 месяцев. И то же самое осложнение, на котором мне бы хотелось остановиться, это интерстициальное повреждение легких. Это одно из неприятных осложнений этого препарата. В принципе, частота его невысокая. И если оно возникает, то преимущественно оно представлено четырьмя видами рентгенологическими. Это вот диффузное альвеолярное повреждение в верхний снимок. Это самое неприятное осложнение, которое чаще всего приводит к летальным исходам. Но встречается она, к счастью, не часто, порядка 12-14%. Чаще встречаются организующиеся пневмонии, это порядка 60%. И гиперчувствительный пульмонит, и неспецифические интерстициальные пневмонии. Что влияет на развитие этого осложнения? Ну, как правило, было показано в многофакторном анализе, что почечная недостаточность изначально средней и тяжелой степени тяжести может быть фактором. Длительность заболевания более 4-х лет может быть фактором для развития. Ну и превышение дозы препарата больше, чем 6,4 мг, больше стандартной дозировки. Ну и если есть изначально снижение сатурации у пациента менее 95%. Для лечения используется основной препарат, как для лечения всех пульмонитов, глюкокортикостероида используется по преднизолону полмиллиграмма на килограмм массы в сутки. И в зависимости от сроков разрешения, менее 28 дней и более 28 дней, мы можем либо продолжить терапию далее тростозумабым дирокстиканом, либо полностью отменить. Если возникает осложнение второй и четвертой степени, то после купирования осложнения мы к терапии больше не возвращаемся. Ну и последнее исследование, на котором мне хочется очень остановиться, это новинка этого года, это Кенот-811, когда для больных в первой линии ХР2-позитивного рака желудка мы предлагаем сразу тройную комбинацию, как Рашидов Ахидов говорил, химиотерапия, таргетная терапия и иммунотерапия. Огромная когорта 700 больных раком желудка, один к одному были рандомизированы, стандартный режим химиотерапии пембролизумаб и тростозумаб, и вторая группа, это тростозумаб, химиотерапия и плацебо контролированы. И посмотрите, применение тройной комбинации позволяет у больных с уровнем СПС больше единицы увеличить трехлетнюю общую выживаемость с 25 до 31%, но самое главное увеличить медиану выживаемости без прогрессирования с 10 до 18, и общая медиана общей выживаемости этих больных составила 20 месяцев после первой линии терапии. Эвдея одобрила эту комбинацию уже в ноябре нынешнего года, если мы посмотрим на рекомендации НССН, то она вошла в стандарты. К сожалению, пока в наших стандартах ее нет, но мы надеемся, что в ближайшее время она появится у нас. И в заключении мне бы хотелось сказать, что нового на сегодняшний день. ПДЛ СПС выше 10 в первой линии терапии стандартом является уже добавление пембролизумаба к платиновому дуплету медиана общей выживаемости больных для первой линии почти 16 месяцев. Реграфинип в третьей последующей линии медиана общей выживаемости 4,5 месяцев, но не было сравнения с другими цитостатиками. ХЕР-2 позитивный рак, желудка, после терапии тростузумабом в первой линии обязательно требуется повторная ребиопсия с определением статуса ХЕР-2 опухоли. При прогрессировании на фоне химиотерапии с тростузумабом в приоритете у нас будет тростузумаб-дирокстикан как во второй, так и в третьей линии. Но нужен тщательный отбор пациентов для того, чтобы исключить интерстициальное заболевание легких у пациентов. Ну и для пациентов ХЕР-2 позитивным раком желудка, СПС-ПДЛ больше единицы. В приоритете у нас будет тройная комбинация, включающая тростузумаб, пертузумаб, пембролизумаб и химиотерапию. И наша актуальная тема сегодня это искусственный интеллект. Как он, может ли он сравниться с нами или нет. У меня вопрос к аудитории. Оптимальная тактика первой линии терапии для пациента аденокарциномой желудка. ХЕР-2 негативный статус. С ПДЛ методом СПС-15. Диссиминированный опухолевый процесс. Как считаете, какому режиму терапии отдать предпочтение? ПИФ-неволумаб, фулфокс-пембролизумаб, кселокс-пембролизумаб или что-то иное. ПИФ-мболизумаб. Би, Си. Это какой? Два, два, два. Да, Би. Ну давайте послушаем, что нам говорит искусственный интеллект. Правильный ответ. Би, фолфокс плюс пембролизумаб. Искусственный интеллект выбрал комбинацию фолфокса и пембролизумаб, но на самом деле кселокс пембролизумаб был в клиническом исследовании. На данный момент, наверное, фолфокс пембролизумабом тоже допустим, но в исследовании основой был кселокс и пембролизумаб. Спасибо за внимание.